Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Поющий Рыбак. Меня зовут Олег Еремин. Я уже 25 лет являюсь рыболовным гидом и немножко экспертом. Сегодня очень жаркий день. Испарина на лбу появляется. В вейдерсах вообще просто можно испечься. Я попытаюсь охладиться на небольшой форелевой речке и, может быть, какую-то форельку уговорить. Обязательно вам покажу, как я это сделал. Так что давайте начнем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, я все-таки решил здесь остаться, в этой тихой части, тихой гавани. Ну, потому что, я полагаю, что все рыбаки остальные ищут рыбу сейчас в такую жару, по привычке на стремнение. А тут никого нет. Вот, и поэтому я полагаю, что рыбка сейчас как раз ждет насекомых. Вот под теми деревьями, вот под теми деревьями и ждет мою приманку. Вот здесь несколько хороших рыб, он голавли такие плавают очень неплохие, достойные. Вон еще, вон круги, да? Ну, штук 30 таких, причем некоторые, ну, вот такие вот, сантиметров по 40 даже больше. Но на спиннинг сейчас не клюют, потому что у них диета состоит из насекомых. Спиннинг, ребята, с воблерами не всегда работает. Вот здесь. Друзья, хочу вам рассказать несколько таких трюков, ухищрений, которыми я пользуюсь. Вот, например, сейчас я провел эксперимент, вошел в воду. Вот здесь очень тихое место, и рыба меня сразу слышит. Не то, что вот я, как бы, громко себя веду, но любой камешек, который я под водой переверну ногой, или в веточках хрустит, не дай бог, она дает рыбе сигнал, что здесь что-то не так. Вот, поэтому в воду по возможности не заходите в таких местах тихих. Только там, где быстрое течение, камешки там шуршат, в общем, водичка и так далее. То есть рыба там не услышит вас, а здесь это гиблое дело. Иrada появится же, там... А, как интересно... Ага... А. 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 Второй трюк для того, чтобы поймать рыбу в такой спокойной воде на речках Это бросать под деревья Конечно, это чревато потерей приманки Я вот тоже сейчас снимал с дерева один из своих любимых воблеров Но, тем не менее, рыба стоит под деревья Во-первых, потому что оттуда падают разные вкусняшки И, во-вторых, потому что они создают тень Особенно сейчас в летнюю жару Посмотрите на этого голавля, небольшой, но очень даже приятный Вау трюк номер три это оставайтесь в тени все очень просто потому что если вы оставайтесь в тени то рыба вас не будет и к тому же лучше все забрасывайте против течения вот так вас рыбал точно не увидит а это самое главное о Ух! О, наверно! Вот почему я не пользуюсь подсаком На форелевых водоемах Точнее нужно его иметь С собой по закону Видите да Что это такое И рыба ушла И волблер запутался Вот так вот Это несмотря на то что Маленькие крючочки О ладно что говорите Ну ладно давай теперь уже без номеров Просто трюк Так вот Если рыба не ловится На равномерной проводке Делайте вот так вот твич Твич оп остановили Оп остановили Оп остановили Иногда так особенно головой соблазняется Потому что нравится ему такая вот Раненая рыбка Вот По разному Может и окунь Форель больше любит конечно такую проводку Как бы более равномерную Вот такого плана Вот так вот Типичная форелевая проводка Видите как блестит Думаю что отсюда даже заметно Поберочек Чудо Ребята вот не знаю Видите вот там За мной пловцы У меня нет слов Кто-то начал камнями кидаться Люди есть люди Я говорю пловцам Ребят Я здесь рыбачив Можно меня порыбачить А нам нужно проплыть Я говорю нужно? Да нужно И еще через 20 минут мы обратно поплывем Вот Ну что надо сказать А сейчас ребятки пришли Еще камень бросили Иногда Все таки лучше Думать что лучше Места без людей Потому что Люди себя порой ведут Неадекватно А очень жаль Ну вот Порыбачил Пару часов Погулял Фуф Что-то народу много Сегодня Ну не рыбачит В смысле А на велосипедах Ездят Камни бросают Купаются Там и так далее В такой маленькой речке Купаются Ну где тут купаться Тем не менее Вот так вот Друзья И вот вам Последний трюк Это Оставайтесь Верны Вот Месту где есть рыба Потому что Ну знаете Ну не берет Все пошел в другое место А рыба есть Просто может она не в настроении Знаете как женщины Бывает не в настроении Голова болит там И так далее Рыба тоже самое Да Может быть давление И еще что-то Поэтому Пробуйте Если вы знаете Что здесь есть рыба То обязательно пробуйте Ловить в этом месте Пробуйте рыбачить И Удача вам Улыбнется И будете одновременно Совершенствовать Свою технику Сегодня я ловил Вот такой вот Фабирочек Ну Как он называется Ну-ка А Tetraworks Total Хорошего бюро Кстати Вот Из Японии Это не поделка Это Оригинал японский И где-то около дюжины Дюжины рыб На Него я за два часа Сегодня поймал Ну ладно Желаю вам Ни хвостаньи чешуи И в следующий раз Я обязательно Что-нибудь еще интересное Засниму Уже наверное На большой реке С большой рыбой Удачи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok